Рукопашный бой, метание ножей, стрельба из лука и автомата строевая и физподготовка. Обычная система подготовки к армии в патриотических клубах. Обереги уже 10 лет. Так воспитывают учеников Самарского спортивного лицея. Сегодня проверить свои навыки молодежь отправилась в Тольятти на военно-патриотическую игру «Молодая гвардия». Хочется пацанам развиваться до того, как они пойдут в войска или не пойдут в войска. Дело не в этом. Мужчина должен быть мужчиной. Метание гранаты, полоса препятствий и полоса разведчика. Увидят молодые патриоты и показательное выступление спецназа. Познакомятся с современной военной техникой и вооружением. Мы составили игру таким образом, чтобы любой человек, который занимается просто физкультурой, у него есть допуск в физкультуре, прошел эту полосу. И каждый этап полосы мы придумали таким образом. Он будет посвящен одному герою-кубушевцу, который был членом в ЛКСМ. Ну и, конечно, молодой гвардии. Военная игра посвящена молодогвардейцам – подпольной организации антифашистов. Она действовала в тылу врага в Краснодоне на Украине. Всем известны имена комсомольцев – Олег Кашевой, Василий Левашов и Ульяна Громова. Несколько поколений куйбышевцев были воспитаны на этих примерах. И сегодня эта история передается молодежи. И именно в комсомоле этому учили. Кроме того, вот таким очень, казалось бы, простым, но важным вещам, как жить в коллективе, что значит быть честным, порядочным, что значит быть готовым к труду и обороне. То есть и физическое, и нравственное воспитание, оно именно рождалось там. После Великой Отечественной войны комсомольцы были основными строителями коммунизма. Байкал-Амурская магистраль, освоение целины, строительство ваза. Современные студотряды тоже не сидят сложа руки, а между глобальными стройками проверяют свои силы на военных играх. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.